Всем привет, мои зелененькие братишки и сестренки! Наше племя постоянно подвергается нападкам со стороны непонятных местных аборигенов. Уж не знаю, сколько мы еще продержимся и дойдем ли до нормального оружия, но развитие дается пока очень даже с трудом. Наливай кофейку, набирай плюшек и пошли смотреть, что ждет нас в этой серии. Мы продолжаем пытаться приручить вот этого товарища, но у него тут случился нервный срыв, он начал биться головой об стену и получил заражение пальца. Ну, вы видите, да, у нас нету правой кисти. Да, я хотел отрезать ему палец, но так получилось, что у нас Педро допустил небольшую ошибочку и оттяпал ему всю кисть целиком. Вообще, парню повезло, что у нас тут выросли грибочки, и один грибочек мы на него потратили, иначе бы помер как док. Также что? Я нашел тут одежду. Я нашел, во-первых, вот эти боевые перчатки из дьявол ткани, и нашел тегель муст. Где я это нашел? Вот здесь вот на месте падения. Я что-то тогда не заметил, видимо, трупешник какой-то лежал сверху или что-то типа того. В общем, теперь у нас парень немножечко более счастливый, хотя по нему не скажешь, честно говоря. Но в любом случае у него по вещам теперь до 42 градусов комфортная температура. А снаружи у нас 41 градус, так что все хорошо. Хорошо. Продолжаем потихонечку строить вот эти вот стены защитные. И надо будет сейчас сюда еще и ловушечки расставить. Давайте мы этим сейчас займемся сразу же. Значит, это раз, два, три, четыре, пять. Вот так вот мы можем сделать. Давай, гринявый, работать, 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 работать и работать. Все. Теперь мы можем озаботиться, наконец-то, изготовлением этих самых ловушек. Так, подожди, что у нас тут? Гости пришли? Не, гости нам сейчас не нужны. Блин, как-то ты странно очередность тут наладил. Очень странно. То есть ты решил снести здесь везде для начала стены, и только после этого приступать к работе. Ой, стены, деревья. Господи, какие же стены? О чем я вообще? Давайте вот это безобразие отсюда уберем. У нас скилл постоянно носится, но, тем не менее, все равно долго получается. И перенес я одну кроватку вот сюда. Здесь у нас живет Ирга. А, кстати, да, исследование завершено, ренессанс спальни для мебели. Давайте посмотрим, что мы дальше будем исследовать. Для начала. Так, есть хранилище, освещение, это все не то. Нас бы вообще бы интересовала барона, но до бароны нам еще как раком до Китая. Зато мы можем исследовать партняжное искусство и можем исследовать карьер. Вот этими вещами мы и займемся. А пока можно сделать нашим ребятам кроватки. Гринявый, тебе давай сделаем, наконец-то, вот эту обычную кровать, причем из мягких шкурок. Это будет прямо супер-пупер кроватка, если ты ее сможешь нормально, комфортно сделать. Ну, точнее, качественно комфортно, господи. Короче, тебе будет очень комфортно, если ты сможешь сделать ее качественно. Как у нас? Что получилось? Хорошо получилось. И 150 эффективность отдыха. Ну, день и ночь просто. Давай, это мы разбираем, а сюда определяем гриньку. Один товарищ у нас будет спать с комфортом. Что у нас есть еще по шкуркам? Шкурки кошачьих, 75 штучек, да? Можем мы из них сделать кроватки или нет? Эффективность отдыха 110%, ну, в принципе, не так уж и плохо. Я предлагаю сделать, и для кого? Давайте, наверное, для скилла, наверное, сделаем такую кроватку, потому что ему эта двуспальная сейчас не нужна, док же того этого отъехала, бедняжка. Теперь мы можем позволить себе сделать ему кровать. Так, а ты давай вставай, все, займись делами, а то гриньке все равно один фиг не даст спать нормально. Значит, эту кровать мы разбираем, и гриньки сейчас сделают из кошачьих сплавов... Ой, из кошачьих сплавов, да, из кошачьих сплавов сделает кровать. Из кошачьей шкуры, конечно же. Скилл у нас хоть и переносчик, но можно сказать, что это очень ценная профессия для нас. 115% получается. Давай это разбираем, и сюда мы назначаем скилла. Он у нас работает практически постоянно, в отличие от всех остальных, поэтому кровать ему нужна нормальная. И педра, следующая кроватка нам нужна для педра. Есть ли у нас здесь какие-нибудь товарищи, которых можно привалить и получить с них тоже шкурки какие-нибудь? Вот альфала есть. Окей, давай, значит, чиф и скилл. Подваливайте сюда, завалим сейчас вот эту вот тварь. Нам надо сделать побольше кроваток, потому что нормальные кровати нам дадут возможность быстрее значительно работать, потому что меньше времени будет тратиться на отдых. Молодцы, красавчики. Тащи на базу. Правда, по-моему, телячьи шкуры не очень много дают, да их у нас и нету, кстати. На секундочку. Педра, давай, перерабатывай. Так, подожди, вот сюда вот. Иди, перерабатывай. Сколько там шкурок дадут, я не знаю. Ну, штучек 15, я думаю. 23. Телячья кожа 120%. Ну, кстати, лучше, чем кошачья. По-любому. Где? Так. Есть ли у нас тут еще такие же твари? Блин, эму. Надо эму валить заранее, потому что они опасные. Они, сука, очень опасные. Так, давай, скилла. И сюда еще Педра. Если, мало ли, рыпнется кто-нибудь из этих двоих на наших лучников, надо, чтобы кто-то их прикрыл. А во всем этом лучше всех прикрывает у нас Педра. Чифецкий, скилл и чиф. Давайте вот этого убиваем. Будем надеяться, что они сейчас не сагрятся вдвоем. Иначе будет больно и обидно. Так, давай, подтягивайся сюда. Педра тоже вперед. Завалите мне эту тварь. В принципе, если с них также по 20 с чем-то упадет, то нам этого хватит как раз еще на одну кроватку. Надеюсь, вы все подохнете. Это точно. Да что ж такое-то? Что вы такие кривые, ребята? Блин, охота затягивается. О, все, помер, помер. Добить Альфала. Этого, значит, на переносочку. И следующего нам надо тоже привалить. Давайте поближе к нему подойдем. Будем надеяться, что он не сагрится на нас. Сагрился, сука. Ближний бой, а вы отваливайте. Блин, опять Педра досталось. Ах ты, черт. Ладно, нормально. Давай, тащи этого. Ты тащи вот этого. А Педра давай на месте. Подожди, а ты не можешь на месте себя? Давай, вылечи себя, пожалуйста. Так, подожди. Что ты собрался делать? А, ты хочешь использовать последний наш один-единственный грибочек, да? На то, чтобы залечить себе просто ушиб. Ну, это, в принципе, да. Что? Гениально. Гениально. Так, Альфа-Голова, правая рука, правое предплечье. Блин, он и так у нас очень медленно работает, как мне кажется. Общая скорость работы. У него все сильно повреждено. 85% у него всего общая скорость работы. Ну, конечно, у него двух пальцев нету. Руки все побиты. Естественно, скорость работы не айс. Надо будет ему какие-нибудь, я не знаю, перчатки какие-нибудь сделать, рабочие рукавицы. Но для этого надо провести исследование. Ну, и Ирга у нас, по идее, исследованиями сейчас как раз занимается. Вовсю. До восьмого уровня уже раскачалась красавица наша. Так, что у нас тут? В гаршке... Блин, куда мясо девается? Я вообще понять не могу. Оно куда-то просто с реактивной скоростью испаряется. Так, что там? Изнация пещеры проходит мимо? Не, это нам не надо. Так, 42 шкуры есть. Пожалуйста, давай набери нам 65 шкурок. 62? Да вы издеваетесь, что ли, а? Чуть-чуть не хватает на нормальную кровать. Надо будет еще телячьей кожи где-то раздобыть. А это что у нас шкуры кошачьих? А еще надо одного альфала привалить. Есть где-нибудь одиноко шатающийся альфала? Здесь везде страусы. Блин, у нас какая-то просто страусиная ферма. Здесь тоже страусы. Просто вот эту грядку я не хочу отоваривать, потому что она может как бы отоварить нас. И это будет вообще неприятно ни разу. Можно гранатами их закидать, в принципе. Как вариант. Нет, ребятки, по ходу дела, по ходу дела у нас пока не будет еще одной кровати. Потому что с двумя луками я боюсь, честно говоря, атаковать. Это немножко стрёмно. И ловушечки у нас готовы. Но надо тут еще достроить все вот это безобразие. Давай вот это здесь поработаем. Надо пальму убрать отсюда. После этого мы с вами сможем все это дело закончить. Да, ты уже начал блоки таскать. Это замечательно. И вот здесь вот стену давайте тоже мы завершим. Блоки песчаника. То, что нам тогда сломали, пускай это все нам починят. Скилл, как ты себя чувствуешь? Моя любовь мертва. Четыре дня еще будет это длиться безобразием. Все это время он может у нас психовать. Психуевики нам устраивать. Ребят, ну блин, вы... Неужели вы жрете просто с такой скоростью, что у нас мясо не успевает Педро готовить? Просто я тут только вчера сделал вроде бы 15 кусков мяса, и оно все испарилось куда-то в неизвестном направлении. Гринька, ты что делаешь? Ты заканчиваешь здесь со строительством, да? Так, вот это, кстати, скилл. Пожалуйста, перенеси, пожалуйста, рюкзак. Это надо переработать будет. Водушевление у Педро на фермерство. Отлично. Лучше бы на кулинарию у тебя воодушевление было. Так, значит, эту сторону мы практически закончили. Сейчас мы вот там вот сделаем два блока, и эта сторона у нас будет закончена. Тут единственное, что вот здесь вот надо будет скилл. Займись, пожалуйста, перезаряди ловушечку. Кстати, что у нас там по работам? Не носильщик ли занимается перезарядкой? Перезаряжать турели. Вот оно, перезаряжать ловушки. Давай мы тебе здесь тоже поставим на троечку. Я тут поставил еще даже, знаешь, что вот так на двоечку, на двоечку, чтобы ты костры заряжал и турели перезаряжал прямо вот прям сам. Чтобы не надо было тебя постоянно стукать. Кирин, блин, вот эту тварь бы завалить, ну, блин, я его не завалю. Это ж дохлый номер. Че, я с лука его пинать буду? Нет, ну, можно попробовать, конечно. Ну, если мы хотим так поразвлекаться, то я думаю, что надо взять вот эти вот луки еще. Правда, они, конечно, покоцаны дико. Давай попробуем тебе заменить чифу и скиллу. Поставим вот эти вот мощные луки. Они хоть и коцаны, но мне кажется, что они мощнее. Дальность 40, урон 12. А у тебя сейчас что? Урон 12, дальность 30. Да, давайте мы сейчас скиллу и чифу поставим вот эти вот луки. Вот он, мощный лук. Так, ну, в принципе, здесь стрела без разницы. Любые боеприпасы для мощного лука, там будет все то же самое. 60 стрел. Также мы, значит, скиллу меняем. Вот этот короткий лук нафиг. И даем им мощный лук. И кто у нас еще вообще хоть немножко умеет стрелять? По нулям? По нулям? И 4, но ты у нас... А, ты не дебошир, кстати, Педро. Тебе можно дать и лук. Давай мы тебе дадим тогда и лук тоже. Короткий. И любые боеприпасы в количестве тоже 60 штук. А вот это, кстати, любые вещества мы отсюда убираем. Чифецкий. Давай, значит, экипируйся вот этим луком. Скилл экипируйся вот этим луком. А Педро просто сюда подтягивайся. Педро, бери вот этот лук. И бери стрелы, наверное. Штучек 60. Вот так вот. 58. Ну что, попробуем. И перед тем, как рыпаться на этого говноря, давайте поднимем нашим ребятам немножко настроение. А то у нас может сейчас Педро в самый неподходящий момент слегонца психануть. Во-первых, значит... Ну ладно, давайте мы сейчас проведем для них вечерину здесь. Во-вторых, значит, что нам надо сделать? Нам надо уменьшить зону для животных, чтобы наш кошарио не выполз, когда не надо, куда-нибудь на улицу. Вообще-то, конечно, идея абсолютно дурацкая. Абсолютно дурацкая идея. Ладно, настроение мы наше, может быть, сейчас чуть-чуть поднимем. Хотя не факт. Давай, 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 давай. Уход свечи. В смысле? А, все было довольно весело. Окей, давай мы тогда, Педро, ты перекусишь. Вообще, кто у нас тут голодный? Гринявый голодный. И Скилл тоже голодный. Давай, быстренько перекусите что-нибудь. Ну и сейчас рыпаемся вперед. Значит, кто нас интересует? Чефецкий нас интересует с ядовитыми стрелами своими. Давай сюда. Значит, Педро с коротким луком сюда. И Скилл тоже сюда. Гринька, тусишь пока здесь. Да вот здесь вот потусишь вместе с Иргом. А он уже здесь бродит. Силы переводит. Ну-ка, давай, попадем мы в него. Гнида какая. Ты куда побежал-то? Алло. А, ты черт. Ладно, выходите сюда. Попробуем в него попасть отсюда. Ой. Кирин мстит. Это на самом деле неприятно ни разу. Кирин, давай ты мстить будешь вот где-нибудь здесь. Так, на кого ты хочешь там охотиться? О-па-па-па-па. Извини, родной. Это очень плохая мысль. О, так у тебя атеросклероз. Мы тебе, значит, даже поможем, да? Тем, что мы тебя привалим. Скелябрик, иди сюда. Попробуем тебя отсюда окучить. Или это плохая мысль будет. Так, не надо целиться. Не надо в меня целиться, пожалуйста. Уходим. Опять возвращаемся. Так, подожди, ты все еще целишься. Вот ты! Охренеть! Я еле-еле успел свалить. Уходи отсюда. Вот так вот. Слушай, а у тебя там эта горючка-то заканчивается когда-нибудь, нет? Это называется кайтить, да? Это называется тупо кайтить. Слушай, иди. Во, молодец, молодец. Да-да-да-да-да-да-да-да. Сука. Ты не хочешь ли вообще нарваться-то на ловушку какую-нибудь, нет? Чисто по приколу. Во, одна ловушка сработала. Смертельной опасности нету пока. Но это уже что-то. Так, а ты там целишься, да? Целится! Сука! Мы тоже целимся. И сваливаем. Вот это правильная мысль. Да, ходи по ловушкам. Есть шанс, что ты нарвешься в конечном итоге. 58 процентов. Нам надо его как-то измотать, чтобы он начал кровоточить. Яростно. Да-да-да-да-да-да-да. Уходи! О! О! Вот это было близко! А, слушай, а ты неплохо стреляешь, кстати. Куда? Куда? Сука! 71 процент от смертельной опасности, да? То есть... Так. Значит, гости. Нет, не будем мы их... Можно было бы их сейчас использовать, я думаю. И было бы весело, на самом деле. Ирга, давай мы тебе пока запретим оттуда выходить. Гринявый, ты тут так и стой. Так, так, так. Да, он потихонечку кровоточит. Я надеюсь, что он сейчас... Не-не-не, это плохая мысль. Это очень плохая мысль. Чефецкий, а ты успеешь оттуда вот выстрелить и потом свалить? Опа! Да ладно! Да ладно, мы смогли! Добить Кирина надо успеть, кстати. Сучка! Ни хрена мы не смогли. Стрелять в Кирина. Это наркота, по ходу дела, его свалила. Наверное. Педро, он прикидывается. Это может все еще плохо закончиться. Добить Кирина. О, подожди, все. Он помер, по-моему. Передозировка наркотика. Фу! Слава яйцам! Так, давай-ка быстренько тащи этого кадра на базу. Ребята, у нас только что появился халявный холодильник. Давайте мы вот здесь вот сейчас склад удалим одну зону. Вот так вот, да? Сюда мы добавим еще один складчанский. Максимальный приоритет. И сюда мы сердце Кирина кладем. Отлично, ребята! Просто, просто замечательно! Давайте обратно мы вернем зону для животных. А то бедняжка у нас не может здесь ходить на кухню, не может питаться нормально. Хотя эта бедняжка, мне кажется, нас и обжирает. Так, Кирина перетащили. Педро, давай сразу же его разделывай. Молодца! И сердечко сразу тащи на базу. Сколько оно будет у нас? Один квартал оно у нас будет здесь. Хранится. Вот этот теперь ящичек имеет смысл переставить сюда. Так, 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 так. Скилл. Работать над горшком. Сейчас здесь... О, минус 11 градусов. Хотя у нас на улице сейчас ноль. Холодновато немножечко. Ребята начали мерзнуть. Ну ладно, сейчас потеплеет, в принципе. Кирин-то умер. Это значит, что сейчас потеплеет. И вот это мяско... Давай, вообще вот это все надо перенести. Давай перенести первосортное мясо. Вот это отсюда тоже убери. А то у нас здесь сейчас выхолаживается помещение. Точнее, наоборот, вытепляется. Вытепляется помещение. Вот это тоже тащи, пожалуйста, на базу. И теперь мы можем хранить здесь мясо нормально. Давай-ка заправим вот это дело. Отлично. Великолепно. Все просто, ну, несказанно классно. Перенести шкуру Кирин. И знаете, что у нас еще, кстати? Эффективность отдыха. Эффективность иммунизации. У нас появилась возможность сделать нормальную медицинскую кровать. Давайте обычная кровать из Кирина. И, Гринка, быстренько ее делаешь. Давай. Теперь у нас, вот если бы эта кровать у нас была, когда док получила заражение, то у нее были бы все шансы остаться в живых. Так, у тебя как? У тебя гипотермия, азноб. Ой, е-мое, а? Ну, давай мы тебе сюда факел поставим, что ли. Скилл. Поработай. Я думаю, что с факелом ты как-нибудь справишься. Температурку эта поднимет немножко в этом помещении. Так, 7 градусов, да еще и свет. Вообще огонь будет. Как у тебя вообще с социумом? Трое друзей у тебя есть. И с Педро у тебя явно не заладилось. 99 сложность вербовки. Ладно, давай все равно попробуем завербовать. Вот этот показатель сложности вербовки. Я вообще не понимаю, как он работает. Потому что при 99 все шикарно как бы вербуется. А иногда сложность 50 и не завербовать. Так, комната больницы ужасная. Ужасная комната больницы. А что тебе не нравится-то вообще? А, здесь немножко засрано, да? Педро. Хотя ладно, давай гриню мы заставим здесь немножко прибраться. А теперь как у нас здесь? Отлично. Было ужасно, стало отлично. Ну и великолепно. Но больше всего во всей этой ситуации меня радует то, что у нас наконец-то появился холодильник. Нормальный человеческий холодильник. Теперь надо бы все-таки завалить какого-нибудь Альфала. Ну или кого-нибудь, у кого есть шкура правильная. Правильной шкуры, по ходу дела, ни у кого нету. Носорог нет. Носорог, наверное, на кровати вообще не пойдет. Ну никак. Такой раз, плюхнулся на кровать и на рог. Да. И будет сразу печаль. Все-таки попробовать, что ли, мне Альфала этих привалить? Блин, гранаты я тратить точно не хочу. Убежать я от них хрен смогу. Ладно, пока не будем тогда заниматься такими экспериментами. Предлагаю вот лучше здесь страуса привалить. Он нам тоже пригодится. Скилл подтягивайся сюда. Сейчас вольнем этого к запаса. Мясо надо запасы делать, коли у нас есть теперь возможность такая. Да что ж ты такой кривой-то? Скилл, иди сюда. Вдвоем вы, я думаю, что как-нибудь с ними справитесь. Отлично. Без сознанки, значит, этого добить и тащить на базу. Тащи. А ты свободен. Можно было тебя и вообще не поднимать никуда. Так, что дальше? Дальше надо бы заняться переноской вот этих булыганов, переработать их и строить дальше стены. Без стен никудыть и не тудыть и не сюдыть. Так, медицина есть. Тут у нас Кошарио спит на пустой кровати. Так, что такое? Торговец с контрабандой. Да, давай, иди сюда. Ты нам нужен. А Гринька, наконец-то, нашел время на то, чтобы доработать вот этот уголь. Даже сам, в принципе, нашел. Ну, просто мы дали им некоторую паузу, небольшую. Он здесь все закончил со строительством. И теперь можно заняться уже какими-то другими делами. Кстати, а по общению у нас вообще что? Ремесло, ближний бой. Давайте добавим умение. Общение. Значит, по общению у нас Педро. Единственный теперь общительный... Кстати, подождите секунду. А кто теперь вербовать-то будет? Алло. Давайте вот так вот на троечку поставим Педро вербовку. С таким навыком он, правда, будет долго вербовать. Так, подтягивайтесь, давайте сюда. Подтягивайтесь и пойдем с вами поторгуем. Узнаем, что у вас есть полезного для нашей колонии. Так, уважаемый, вас хрен догонишь. Можно было бы купить у них во, в принципе, какого-нибудь поселенца. Ценники, в принципе... Нет, ценники конские, на самом деле. К сожалению. Антибиотики. Ребят, вот антибиотики давайте-ка мы прикупим. Вот все 9 штук мы прикупим антибиотиков. Это нам может прямо жизнь спасти. Неоднократно причем. Туники. Вот это тоже давайте мы все продадим. Какая-то денежка у нас с этого появится. Дубленый пляж. Пляж. Пляж, да. Плащ я не буду одевать в любом случае. Во, по нулям. По нулям. И что еще? Минометные мины. Да, закидывать прямо так вот вручную. Деревянные ноги. И пулемет. Да, пулемет было бы клево на самом деле. Но мечтать, как говорится, не вредно. Давайте медицину у него прикупим. Да. Вот этих бы ребяток на самом деле себе прикупить было бы замечательно. Так. И где все это осталось? У нас антибиотики и медицина. Значит, давайте мы положим все это дело вот в эту комнатку. Сюда мы, значит, ставим максимальный приоритет. Свежие. Антибиотики. Кстати, вот здесь вот, я надеюсь, они у нас не хранятся. Нет, они у нас здесь не хранятся. Значит, здесь у нас антибиотики и медикаменты. Вот так вот. Значит, скилл. Давай, перетащишь антибиотики. Перенести. И перенести медикаменты. Потому что, чтобы наш кошак их не сожрал. Теперь мы хотя бы обеспечены антибиотиками. И нам теперь не страшно, в принципе, всякое там заражение. Такая вот фигня нам не страшна. Особенно учитывая вот эту кровать. Вообще не страшно. Вот это давай пока запретим. Это тоже запретим. Просто так не будем это хавать. Самое интересное, что у него плохое отношение именно к Педро. И Педро у нас должен его теоретически вербовать. Рекрутирование не удалось. Увы и ах. Давай вот эти вот булыганчики сейчас переносим. Вас тоже можно сгоношить, перенести вот эти обломочки. Чтобы за раз все со всем справиться. И надо здесь достраивать следующую стену. Следующая стена у нас будет, соответственно, вот как-то вот так. Здесь будет выступ в эту сторону. И вот так вот. Делаем точно такую же систему с ловушечками. Ну и здесь будет выход. И двери. Добавляем сюда дверцы обязательно. Все, Гринька, теперь твоя задача построить хотя бы вот это. В ближайшее время. Что у нас по еде? Шесть жареного мяса. Здесь у нас тоже мясо есть. Ну, в принципе, нормалды. Педро, ты у нас куда вообще собрался? А, ты уборкой собрался заниматься. Занятие тоже полезное. Но было бы неплохо еще вообще поесть, приготовить что-нибудь. Какой старательный парень. Нам нужен отдельный уборщик, мне кажется. Иначе это будет надолго. Давай готовить. Еда сейчас кончится. Медленно, очень медленно готовит. Но скоро у нас будет изучена текстилька. И тогда мы сможем сделать рабочие рукавички. Уже будет немножко получше. Конечно, это хуже, чем кухонные варежки. Но в любом случае, общая скорость работы у него вырастет. Насколько? На 10%, по-моему. Так, а эта тварь нам еще и ловушку сломала. Нифига себе. Ну-ка, давай поставим на место. И вот сюда, кстати, еще пару ловушечек. И еще одну ловушку. Блин, вот сюда давайте поставить, уберем. Здесь они обычно ходят, поэтому я думаю, что правильная мысль. Работать, работать и работать. Давай, Горнявый. Так, там у нас какой-то бобик на кого-то. Дожди, а ты чей вообще? Чьих будешь? Так он не чьих, что ли? Или он с ними все-таки? Что-то мне не нравится такое соседание. А, он с ними, да. Просто пошел поохотился. Чтобы не кормить его, на подножный корм бросил. В принципе, тоже нормально. Так, давай подноси сюда материалы. И двери тоже давай, материалы тащи. Чтобы все это быстренько закончить. Дальше давайте вот здесь вот разобрать поставим. Такой черный камень нам тоже нужен, к примеру, для отделки. Когда у нас появится возможность строить полы. Ну, как я без полов-то не могу. Так, перенести кокс. Кокс нам тоже понадобится. Так, у тебя как дела вообще обстоят нужды? Ты тут готовишь вовсю уже? Молодец, красавчик. Так, давай вот это все дело перетащим на склады. Караван сваливает. Ну, молодцы. Принесли нам медицины. Мы теперь более-менее обеспечены ей. Что не может не радовать. Так, вот вы сюда-то не заходите, пожалуйста. Не заходите. Вы проходите мимо. Будете проходить мимо? Проходите. Рапторы пришли. Вот это тоже полезная штукенция. Особенно, если бы они на кого-нибудь тут нарвались, им дали звездюлей, мы бы просто-просто их потом и себе собрали. Было бы отлично, потому что с них тоже замечательные медицинские кровати получаются. Но мечтать, как говорится, не вредно. Так, а что здесь у нас? Подожди, почему у нас здесь нету дверцы? Ну-ка, давай сюда подноси материалы. Так, и здесь у нас 14... Куда мясо девается вообще? Я не понял. Кто жрет мясо с такой реактивной скоростью? А, 14 здесь, 10 здесь. Здесь я что-то тупанул немножко. Вот это давайте разбираем. Скилл, кстати, ты можешь этим заняться. Разобрать вот эту могилку. И всех вот этих вот перцев перенести, перенести и перенести. Сюда на склад. И надо будет их того этого переработать. А, кстати, ты можешь и переработать сразу. Красавчик вообще. Вот это тоже на склады. Сейчас еще, может быть, ткани какую-нибудь раздобудим. Партняжное искусство у нас следующее готово. И надо строить верстачок. Как раз сможем сделать какую-нибудь одежку. Партняжное искусство. Вот он, партняжный стол. И золовяшки. Гринявый. Работать. Сейчас нам будут доступны рабочие рукавички. Только надо бы склад какой-нибудь придумать под них. Так, а ты куда пошел-то? А, ну, конечно, ближний свет. Твою мать, ближний свет. Подобрать. Давай, подобрать все это дело. Блин, ну, боеприпасы нам, наверное, не сильно нужны. Так, температура вернулась к норме. А это печально, на самом деле. Лучше бы она не возвращалась никуда. И, знаете что, нам надо вот здесь вот сделать еще и производство механизмов простых. Повторять до, тоже бросать под ноги. И пускай будет там до 15. А, угу. То есть радиус здесь надо больше ставить. Там же еще компоненты участвуют. Окей. Чиф. Давай быстренько производи компоненты и производи механизмы. Кстати, у нас сталюга, похоже, кончилась. У нас олова есть, а вот стали-то у нас нету практически. Гринька, а ты не хочешь закончить-то вот эту шляпу? Вроде уже все притащил, что нужно. Красавчик. Все. Партняжный стол у нас практически готов. Ну, не практически, а готов. И здесь нас что интересует? Рабочие кожаные перчатки для начала. И обычные ботинки. Давай начнем с этого. Причем рабочие кожаные перчатки, я думаю, давайте запретим здесь все. Нас интересует слоновья кожа. Сколько там надо? 18 ингредиентов. Ну, одни мы точно сможем сделать. Собачья шкура-то говно, на самом деле. Давайте пока сделаем из слоновей и кожи носорога. Придется, наверное, поохотиться. Здесь тоже самое надо. Кожа носорога и слоновья. Да, тут нам не хватит, скорее всего. Пам-парам-пам-пам. Ну, ну да. Давай шить одежку. Сейчас мы Педро немножко приоденем. Во всяком случае, перчаточки мы ему сейчас подгоним, которые будут нормально давать скорости. Педро, что у тебя сейчас там по вещам? У тебя вот эти боевые перчатки. Они дают плюс пять. Кстати, может быть и не стоит ему, наверное, давать те, потому что эти защищают зато хорошо. А это мы дадим, наверное, скилу, может быть. Или кому? Чифу. Чиф у нас главный ремесленник. Вот ему скорость работы очень даже пригодится. Так, а что у нас тут? Кожа ласкодила. Кстати, у тебя как защита там? В принципе, броня и проникновение неплохо. Давайте-ка тоже кожу ласкодила сюда добавим. И сюда тоже добавим кожу ласкодила. Так, стоять, Зорька. Надеть перчаточки. И давай еще ботиночки сделаем. Жалко, что они не отражаются на ногах. Вообще, мне очень нравится этот мод на руки-ноги. Сначала я как-то к нему относился так фигово, но сейчас привык и мне очень нравится. Так, что у нас тут? Шерсть муфала маловато, шерсть найтлинга тоже маловато. Кстати, а шерсть найтлинга, что у нас там по защите? 122, 128. Ну, тоже так себе. По сравнению, конечно, с этими самыми, со слоновей вообще не алло. Так, отлично. Давайте посмотрим по табличке. Скорость работы. Чиф 107%. Ну что, нормалды. И прежде чем мы будем заканчивать, давайте проверим еще, что у нас здесь. Карьер давайте отменим. Уроки прошлого. Подожди, уроки прошлого у нас изучено. Что дает плавка? Соорудить плавильню, открывать доступ к производству металлического оружия и инструментов. Давайте-ка мы вот это дело с вами изучим. Ой, ну ладно, можно и в такой последовательности, в принципе. Нет, давайте обработку камня, а потом вот эту вот плавку. Я хочу сделать кузнечный цех. Точнее, ну как это, короче говоря, кузнечное производство. Ну что, ребят, на этом мы будем с вами заканчивать. Сейчас только ботиночки гляну, которые у нас получились. Ботиночки получились на плюс 12 в скорости работы. И по защите они у нас получились, так-так-так, 0.11, 0.16. Ну мало, конечно, но лучше, чем ничего. Ладненько, ребят, если вам понравилась эта серия, обязательно ставьте лайкосик. Напомню, что вы своим лайком можете очень здорово поднять видео на ютубе и тем самым дать моему каналу шанс на быстрое развитие. Я думаю, что для вас несложно нажать одну кнопочку взамен на мои труды. Ну а я буду продолжать для вас пилить годный контент. С вами был Гринни, всего доброго, всем пока и отличного настроения. Пока-пока.